Темы этого заседания заранее знают только специалисты контрольного управления. Для всех остальных до последнего карты не раскрывают. Кому на этот раз придется ответить за невыполненный в срок поручения, озвучивает руководитель ведомства Максим Туровец. Список двоечников и на столе у главы региона. В нем муниципалитеты, которые не успели или не захотели воспользоваться помощью края. Местные власти не провели вовремя конкурсные процедуры или торги, соответственно, не подписали контракты на необходимые в муниципалитете работы. Поэтому выделенные деньги им пришлось вернуть в краевой бюджет. Неосвоенные средства – это километры не отремонтированных дорог, неблагоустроенные улицы. Денег в бюджете, понятно, в любом бюджете, да и федеральном не так много. Но если деньги выделяются, как можно их вернуть в бюджет? Вы хоть на кого ссылайтесь, на антимонопольную службу, на что-то еще, ничего не принимается. Деньги выделены. Кому-то мы не дали, вам дали. Я тут одно не могу понять. Или уже отвыкли, потому что денег не было, качественно готовить документы на торги. Или другие. Есть задачи у отдельных чиновников муниципального уровня. Министру финансов тогда говорю, там, где явно есть система, уже когда район возвращает деньги, просто его не додавать, да и все. Ни на какие вещи. А жителям района, я сам объясню, почему это происходит. Ничуть не меньше вопросов финансовых Вениамина Кондратьева интересует, когда решаться проблему с утилизацией мусора в отдельных районах. В одной из рабочих поездок губернатора в Уст-Лобинск жители попросили помочь с рекультивацией свалки в хуторе Двубратский. Огромная территория с твердыми отходами горит довольно часто, погружая практически весь населенный пункт в облакогаре. Вы сделаете так, чтобы свалка хотя бы напоминала по отдельным каким-то очертаниям полигон и самое главное, хотя бы не горела. Но если, конечно, она горит, то вы это все же люди дышат из поселка. Но это же на самом деле вы сами поставьте себя на их место и поймете. Максим Иванович, что у нас там по срокам по этому поручению? По этому поручению был срок один месяц. Он уже давным-давно вышел, мы постоянно выезжаем туда. Андрей Иванович, если здесь было поручение, поднимите стенограмму, тогда докажите тех виновных, а если они уже виновны, то ничего здесь не предпринял. И кому было поручение? Я уверен, они до сих пор еще работают. Коллеги, ну такая работа не нужна, вы мне хоть сто раз объясняете, что это нужные люди, незаменимые, ненужные это люди, изаменимые. Надо с ними расставаться, быстрее новых найдем. Молодых, может быть, необстрелянных, но лучше мы будем год находиться в состоянии обучения, аж чем пять лет саботажа. Это не я прошу, это люди просят. Люди. Каждое поручение – это по большей части просьбы самих кубанцев, напоминает Вениамин Кондратьев. И в интересах жителей нужно решить судьбу большого участка рядом с парком Солнечный остров. После многочисленных споров, быть там гольф-клубу или нет, зеленую зону удалось отстоять. Участок почти в 200 гектаров глава региона предлагает объединить вместе с существующим парком. Но самое главное – без права строительства там капитальных зданий. Первое, что необходимо сделать – это Солнечный остров должен быть парком. Сергей Владимирович, в настоящий момент по генплану, по проекту города Кондратьев это будет полностью зеленая зона. Кроме того, городом Кондратьев предусмотрено распространение различных насаждений, посадка. Еще раз, объедините его с существующим парком 40-летия Победы. Пусть будет таким городским лесом отчасти. А потом уже думайте, как его благоустраивать, как его озеленять, как его сделать комфортным для горожан. Для горожан, в первую очередь, должна появиться одна общая, особо охраняемая природная территория. А дальнейшее уже его освоение, и что мы планируем там делать, это вместе с жителями Краснодара. Нужна ли им благоустроенная эта часть, или, может быть, они хотят побыть благоустроенной, но такой естественной природе, которая и была. Это уже как решат жители. При выполнении поручений не может быть сухого формализма, требует глава региона. И уж тем более, их нельзя просто так снять с контроля или забыть с течением времени. Ведь от каждого зависит комфорт жителей края. Мария Крошный, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар.